Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем следить за Писанием, за его смыслом. У нас сегодня книга «Бытие», первая книга Моисеева, глава 33. Мы помним, что Иаков в предыдущей главе приготовил подарки для своего брата Исаава, пытаясь его замилостивить, потому что боялся его мести и гнева. Мы помним, что Иаков боролся с Божьим Ангелом и получил от него благословение. И вот теперь мы смотрим, что происходит далее. Взглянул Иаков и увидел. И вот идет Исаав, и с ним 400 человек. И разделил детей Лии, Рахиль и двух служанок. И поставил служанок и детей их впереди. Лию детей и ее за ними, а Рахиль и Иосиф позади. Вот здесь мы видим удивительные вещи. Как-то очень странно, да, с нашей точки зрения такая иерархия. Но на самом деле было принято, и следовали этому всегда жестко, что дети жен и дети рабынь не должны были находиться вместе. И всегда в таких случаях, когда какая-то опасность, передошли дети рабынь и рабыни. Как бы нам это не было бы странно озвучивать, но таковы были условия, правила. Скорее всего, для того, чтобы сохранять обетование тех детей, через которых должно было совершиться пророчество о рождении Спасителя. Ну вот таким образом и поступает Иаков. Как бы мы сейчас не осуждали или осуждали с нашей точки зрения, с нашего времени, мы не можем прикладывать наше суждение к тем временам, которые были очень-очень давно, и люди жили по другим, несколько другим законам. Рациональным и так далее. Законом рациональным другим и духовным другим. Итак, Иерархиль и Иосиф позади. А сам пошел перед ними, поклонился до земли семь раз, подходя к брату своему. И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали. То есть понятно, что плакали оба. Интересно, что в Иврите, в подлиннике, шея стоит во множественном числе. И упал на его шеи. То есть раньше писали таким образом слово, что шея имела две стороны, правую и левую. То есть объятие шеи человеческой, это значит объятие всех его сторон, то есть это полное объятие. Оба плакали, вот они наплакались, забыв все свои распри, сохраняя вот это чувство единения, которое к ним вернулось. И это очень такой удивительный пример, потому что в наше время мы не часто можем увидеть такое воссоединение братьев или сестер, чтобы все обиды друг были забыты, и восторжевала радость видеть друг друга. И взглянул Исав, и увидел жены детей, и сказал, кто это у тебя? Как давно они не виделись, да? Это было больше двадцати лет. Иаков сказал, дети, которых Бог даровал работу ему. И подошли служанки и дети, их и поклонились. Вот мы можем понять, что сначала пошел вперед Иаков, все остальные его родные, родственники, дети и жены стояли сзади. И когда он подошел и поклонился, только тогда подошли служанки и дети их и поклонились, которые шли впереди. Потом Лию он поставил детей и поклонились. И в конце за всеми он поставил свой любимый Рахиль и любимого сына Иосифа. Но то, что мы здесь видим, очень удивительно. Везде мы видим, подошли. Когда смотришь подлинник еврита, наконец приблизился там Иосиф. Кажется, небольшая разница, но она есть. И Рахиль, то есть за ним и поклонились. То есть маленький Иосиф, который совсем маленький мальчик, сколько ему там было, три годика, четыре годика, он вышел вперед сослонить с собой свою маму. Это удивительно, потому что обычно дети прячутся за юбкой и оттуда выглядывают, когда видят нового дядю, злого какого-то дядьку. А здесь Иосиф, маленький мальчик, мужественно идет вперед, зная, что его мама очень красива, высока, статна. Она совсем не похожа на карлика, естественно. И прикрыть ее маленький Иосиф собой никак не мог. Но по-детски, рассуждая, что я так защищу свою маму, и вышел вперед. Это удивительный такой момент. Это уже характер человека. Дети ведь тоже разные, у них разный характер. Он проявляется очень рано. И сказал Исав, для чего у тебя это множество, которое я встретил? То есть о чем он говорит? Мы помним, как Яков приготовлял вот эти подарки для Исава. Одних посланников с дарами, через какое-то время других посланников с дарами, чтобы не дать Исаву опомниться и задобрить его. Вот Исав спрашивает, что это было. Видимо, он их не принял, а поставил куда-то в сторону. И сказал Яков, дабы приобрести благословение в очах господина моего. Исав сказал, у меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя. Вот обратите внимание, так и не может Яков выдавить из себя слово брат. Ну просто он всяко крутится, изворачивается, но только бы не брат. Он пытается все представить таким образом, что ты мой господин. То есть он, пометуя то первородство, которое он таким обманным образом взял у брата, значит, он должен над ним верховодить, а он здесь всем видом своим показывает, что нет, я это первородство верховодить над тобою и преуспевать более, чем ты не хочу. Я хочу отдать тебе его обратно. Поэтому он и называет его постоянно господином. В то время как Исав, так открытый, такой любовью, говорит ему брат. И вот он ему говорит, у меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя. То есть Исав, конечно, тоже не бедствовал, и Бог его тоже дарил многими достатками. Яков сказал, нет, если я приобрел благословение в очах ты, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Божие, и ты был благословен ко мне. То есть Иаков всячески пытается выкрутиться. Не зря у него имя Иаков, как уже в свое время сказал Исав в сердцах. Иаков, который все время боится, преследует или прячется, или изворачивается, это значит его имя. Пытается где-то вывернуться, удобно устроиться, что-то такое. И вот он пытается от страха и от того, что он все-таки еще, видимо, в душе своей не отпустил это состояние вражды с братом, боится его, значит, нет еще любви открытой. Он пытается все-таки этот дар донести. Еще здесь важно, что почему он этот дар пытается донести. Он это благословение, которое у него практически украл, не благословение Авраама, конечно, это он никому не отдает, оно с ним, и он не зря назван Израилем, человеком, то есть это тот, кто ходит перед Богом, кто-то говорит с Богом, кто-то слушает Бога, Израиль. Израиль. Но он пытается то благословение на первенство, как я уже сказала, на то, чтобы поклонялся старшим, младшим, младший и старшим, теперь он хочет это дело исправить и говорит, что я теперь младший, как и был, и хочу поклоняться тебе, как старшему. Возьми назад это благословение старшинства братьев и благополучия земного. И прими от меня благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог дарил, даровал мне и есть у меня все, и упросил его, и тот взял. То есть он говорит о том, что и лицо твое Божие, я видел, как лицо Божие, что это значит. Некоторые метроши толкуют, что вот тот ангел, с которым он боролся, был ангел Иосава. Но здесь на самом деле видно некоторый но и смысл, если смотреть все толкования и подлинник еврита древнего. Речь идет о том, что то, что я тебе даю и хочу с тобой примириться, это в этом есть благословение Божие, в этом я вижу лицо Бога, в этом моем поступке, и в том, что ты примешь от меня этот дар прощения, дар благословения. И он упросил, как он везде это, в общем-то, умудрялся делать, и получил прощение от брата, то есть явное, он принял его дар, то есть это как знак примирения. И сказал, Иосав сказал, тут не написано, мы понимаем, что Иосав, и сказал, поднимемся и пойдем, и я пойду пред тобой. Иосав хочет его сопроводить. Кажется, какая-то тут такая подстала, да, хитрая. Но на самом деле Иосав как старший, пришедший встретить брата, причем это его уже территория, он обязан и по закону цершенства, в данном случае, который вот ему возвращает брат Аяков, и по законам гостеприимства, он должен его проводить. Здесь нет ничего особенного, здесь нет какого подвоха. Но Иосав боится, и видит в этом уже не очень добрые для себя знаки. И Иосав сказал ему, господин мой, знает, что дети нежны, маленькие дети у него, да, и мелкий и крупный скот, у меня дойный, то есть если погнать его один день, то помрет весь скот. Да, потому что там дорога была дней 10 пути, но вот с такими детишками, с котом, с дойным, с козочками, это где-то занимало лет, простите, дней 20 этот путь. И гнать его, конечно, этот скот невозможно было. Пусть господин мой пойдет впереди рабат своего, а я пойду медленно, он все называет себя рабом здесь, то есть я на втором плане, постоянно подчеркивает, я на втором плане, возьми обратно свое благословение, которое я у тебя отнял на первенство. Именно на первенство, не Авраамова благословения, благословение на первенство между братьями. Пусть господин мой пойдет впереди рабат своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который предо мною, и как пойдут дети, и приду к господину моему в Сеир. Ну, Сеир переводится как некоторая шероховатость, горная местность, это такая сопочистая горная местность. Исаф сказал, оставлю я тебе несколько из людей, которые при мне. То есть здесь мы видим, что намерения Исафа, конечно, не были враждебны, иначе бы он не открывал вот этих вот всех людей, которые с ними, может быть, прятал бы, может быть, старался бы напасть как-то из-под тяжка, но он этих людей никуда не прячет. Он говорит, давай тебя сопроводим для уверенности, что все будет с тобой хорошо, потому что у тебя много детей, много скота, и мы тебе поможем дойти. И Аяков сказал, понимаем, что он этого, конечно, совсем не хочет. Если он возвратится с Исафом, то он будет под Исафом, как он себя сейчас и прорекламировал, будучи вторым братом младшим, и он этого не хочет. Он отдает свое благословение на старшинство, но быть подчинений, жить под Исафом, конечно, он не хочет. И он ему так мягко и настойчиво, и опять говорит, к чему это? Только бы мне приобрести благоверение в очах господина моего. И возвратился Исаф в тот же день путем своим в Сеир. То есть то место Месопотамии, где он и проживал в языческих вот этих вот районах. Эта фраза, кажется, ничего не значит, но она очень важна. И возвратился Исаф в тот же день путем своим в Сеир. Вот когда мы видим в Писании, говорит Равин, говорят толкователи, вот это выражение «в тот же день», оно значит очень много. Это значит, что-то существенное вот сейчас происходит. Надо сразу насторожиться и понять вот эту фразу, что здесь существенно. На первый взгляд, совершенно простая банальная фраза. И возвратился Исаф в тот же день путем своим в Сеир. То есть этот момент, этот тот же день, когда мы много раз встретимся в Писании, кстати, выражения и сразу насторожиться здесь о чем-то очень-очень большом говорит нам Писание. В этот момент произошло разделение полное Исафа и Иакова, и домского народа, и Израиля. И всегда потом будет проложено и соперничество, и вражда между и доминянями, и домитянями, жителями и дома, так, наверное, будет лучше сказать, и израильтяне. Это очень исторический и существенный момент. А Иаков двинулся в Сокхоф и построил себе дом. То есть это стоянка, Сокхоф это стоянка, Суккот по-еврейски. Это промежуточная стоянка, он еще не дошел до того места, куда идет, и построил себе дом. То есть дом здесь шалаш, естественно, имеется в виду. Для скота сделал шалаш и тоже для себя шалаш, для себя, прислуги, жен и для скота. Стоянка может занимать достаточно времени, на самом деле. от всего Найрёк имя месту Сокхоф, Сокхоф, Суккот, еще раз по-еврейски. То есть это шалаш, вообще-то переводится, шалаш. Почему вдруг нам Тора говорит о какой-то стоянке, Яков, когда он и делает массу за эти 20 дней, а тут нам вдруг говорится. Потому что есть такое место, Суккот, которое до сих пор сохранилось, это один из входа, один из всех входов в Израиль, в Иерусалим, в Израиле. То есть это очень важное место. Вы видим здесь, что Яков возвращается из своего первого изгнания, скажем так, Израиль возвращается из своего первого галота изгнания на свои земли, обетованной ему Богом. Поэтому здесь и говорится об этой стоянке, и она до сих пор есть, и это место. Яков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем, который в земле Ханаанской. Вот он интересным образом пришел в город Сихем. Сихем переводится как плечо. Плечо, вот опора, на чем держится голова, практически плечо. Вот здесь очень интересный момент. Смотрите, куда он пришел. Он пришел в город Сихем, который земля Ханаанской, обещанной земле Ханаанской, и расположился перед городом, и купил часть поль, на котором раскинул шатер свой у сынов Эмора. Эмора – это по-еврейски осел, но данное существо имя человеческое, отца Сихема, опять Сихем, плечо. За сто монет Сихема мы еще увидим этого героя много раз, поэтому вот этого Амора Сихемовича тоже увидим. За сто монет, сто молодых монет – это большое, большое количество денег, в общем-то, на них можно было очень долго и безбедно жить. Что здесь удивительного, как я сказала, в этих вот повествованиях? Он не пошел туда, куда ему надо было идти. Да. Куда ему надо было идти? Помните, что он обещал Господу, когда он видел лестницу и так далее, еще едя в свое изгнание, что он пойдет, что Господь ему сказал, и он пойдет в город Бейтем и возложит жертву Богу, если тот сохранит его на его пути. Вот он совершил этот большой путь, вот он преуспел, вот у него жены, дети, вот у него много скота, но жертву Богу в Бейтеме он так еще и не принес. И даже не пошел в Бейтем. Более того, странно, мы видим, что он не пошел к отцу своему, в Херон. Почему он туда не пошел? Вот это удивительно. Тора об этом не говорит. Не зашел ни к отцу, не пошел не принести жертву своему небесному отцу, а пошел в свои места, где он был ранен, а сел там и поставил жертвень, тоже не установил его, не построил, а просто поставил камень и призвал имя Господа, Бога Израилева. То есть он здесь, говорится, что это Богу, жертвенник, который назвал меня Израилем. Вот то, что совершил здесь Иаков, и некоторые толкователи говорят, ну, может быть, Тора нам не говорит, как он пошел в Херон, Херон к своему отцу, может быть, не говорит эти моменты. На самом деле, Тора не стала бы излагать, как говорят комментаторы, это я не от себя говорю, конечно. Такие подробные моменты, не упомянув, очень значительные вещи, там еще мать его была жива, да, ревка, и когда он вот так сделал, забыл, как бы, про жертву Богу и не пошел к отцу, он получит после этих событий очень много разных страшных, страшных трагедий, которые придется ему перенести. Мы всегда получаем за наши поступки, даже в которых мы раскаялись, обязательно идет шлейф того, что называется нашей жертвой, за наши поступки. Но здесь мы видим, что поставил Иаков жертвенник и призвал имя Бога, то есть у него состояние покаянное, но вот раскаивается Илья в том, что он не пошел в место, куда ему надо было идти, да, куда он обещал пойти, бетем, и там поставить Богу, дать Богу жертву, и не пошел к своему отцу, это он, конечно, будет иметь большие-большие последствия, как и все мы имеем последствия от нашего поведения, от наших грехов, от наших заблуждений. Когда мы раскаемся в них, это еще не значит, что мы приблизились к Богу, нам обязательно надо принести дар. Это чистое свое сердце, это какие-то действия, которые соответствуют нашему раскаянию, какие-то изменения в своей жизни, какие-то выводы. Если мы этого не делаем, то Бог не приближается, об этом говорит Тора, и он ждет, пока мы не совершим эти поступки, пока мы не очистимся какими-то делами, вещами, и когда делами, в смысле материальными, духовными, и когда мы, наконец, приносим эту жертву Богу, тогда Бог с нами. Поэтому, когда мы сейчас претерпеваем, например, такие тяжелые, страшные времена, это можно воспринимать, как приближение нас к Богу, именно жертва какая, терпение, смирение, милосердие к ближним, поддержка друг друга, раскаяние, в своих ошибках, заблуждениях, в том, что мы постоянно занимаемся идолопоклонством, что бережем маленького башка под подушкой, который на всякий случай у нас, и тогда только Господь слышит нашу молитву и приблизится, и смягчит свое действие, и руку свою уберет, карающую, наказывающую, и даст милосердие, покой, для того, чтобы мы передохнули, славили Его, и пришли в новый путь к Нему, и шли этим путем к Богу, а этот путь узок, как говорит Христос, и очень немногие идут им. Большое вам спасибо. Всем мира, радости и здоровья. Обнимаю. Итак, мы продолжаем перечислять, освещать перечисление того дара, того дара благословения, дара примирения, которое посылает брат своему Яков. И мы говорили о том, что это были козлы, овцы, овны. Теперь мы видим, что это верблюзицы с жеребятами. 40 коров, 10 валов, так как валы работают гораздо больше, и вообще они много работают, и не так, как, например, овны, и козочки, и козлы. Поэтому, видите, им на 10 валов дается только 40 коров, которые они могут покрыть. То есть один такой вол работающий может покрыть 4 коров, но больше у него просто вдохновения не хватит, и романтики. 20 ослиц и 10 ослов. То же самое мы видим, в шослы работают много. Это очень-очень ценное животное для Израиля было, и благословенное животное. Мы видим, что оно даже в пророчестве участвовало именно на ослике. Христос, Господь наш, въехал в Иерусалим, как и было предписано пророчеством. И дал в руки рабам своим каждое стадо особо, и сказал рабам своим, пойдите предо мною, оставляйте расстояние от стада до стада. То есть такая хитрая военная тактика Иакова. Он хотел бы, чтобы вот брат Исаф увидел, что к нему идут люди, с таким подношением, спросил удивлённо, что это, кто это, куда это. Люди сообщили бы, что это тебе, послание-то Иакова. И пока он не успел опомниться, придумать какую-то месть ещё, или что-то ещё обозлиться, снова следующее стадо подходит. И так вот в течение дня такой подарок такой к нему поступал, чтобы он размягчился. Вот такая хитрая тактика Иакова. Так мы видим, надо, видимо, приносить, как мы видим здесь пример, когда ты хочешь примирения и какую-то особу, которую ты хочешь почтить. Вот таким образом на Востоке это делалось, и нам это тоже научение. Как это хорошо можно делать, если действительно хотим примирения. когда кого-то действительно перед кем-то мы сильно виноваты, как мы считаем. И приказал первому, сказав, когда брат мой Исау встретится тебе и спросит тебя, говоря, чей ты и куда идёшь, то, что мы говорили, да, и чьё это стадо перед тобою, то скажи, раба твоего Иакова, это подарок, посланный господину моему Исау. Вот и сам он за ними. Некоторые толкователи говорят, что якобы это медраши древние, якобы Иаков придумал такую тактику для того, чтобы отвлечь Исаава и пустить его по ложному следу. Но здесь мы видим искренний спуг Иакова и видим враждебность Исаава, которому приписывается в данный момент в тексте, мы этого в прямом тексте Тора мы этого не видим. И сейчас мы изучаем прямой текст Тора и толкование на него. И так тоже приказал он и второму, и третьему, и всем, которые шли за стадами. Вот это тактика его военная. Говоря, так скажите Исааву, когда встретите его, и скажите, вот и раб твой Иаков идет за нами, ибо он сказал сам себе, умилостивлю его дарами, которые идут предо мной, и потом увижу лице его. Может быть и примет меня. Таким образом Иаков хотел именно расположить к себе и Исаава и немножко смягчить гневом, которого он очень-очень боялся, узнав про 400 человек, которые шли с Исаавом. И пошли дары пред ним, а он ту ночь отчевал встаньем. То есть он послал дары и сам остался, размышляя далее тактически, как ему поступить. То есть он, скорее всего, хотел бы, придумывал какую-то тактику, хотел бы сбежать. И встал в ту ночь, и взял двух жен своих, вот он ночью, представляете, подумал, что ему делать, испугался брата своим, выслал эти подарки и решил переправляться на другую сторону, туда, где идет Исаав, и, видимо, бежать. И встал в ту ночь, и взял двух жен своих, и двух рабынь своих, и 11 сынов своих, и перешел через Иавок, вброд такая речка Иавок, где же у нас, кажется, Дина, должно быть 12, но Дина была маленькая, и, видимо, была на руках у матери, естественно, вброд через такую реку маленький ребенок, там, двух-трех лет, перейти не может. Что же здесь мы видим? Вот, кажется, так просто описано, да, и встал, и взял, и перешел вброд. Это ночь, достаточно холодно ночью в тех местах. Это маленькие дети, старшему ничего, а 12 нет, если мы так посчитаем. Это две женщины, их надо поднять ночью, две жены, простите, две рабыни, четыре женщины. Это надо всем идти в темноте, света нет, огня нет, карты нет, перебираться вброд через холодную реку, через потом таскать все имущество, которого очень много, еще и скотину туда переправить. Вот такое мероприятие затеял Иаков, и, взяв их, перевел через поток, и перевел все, что у него было, то есть сильно-сильно испугался. Сам, видимо, дальше смотрим, он все свое, все свой стан, всю свою семью перевел, хотел, видимо, куда-то идти с ними в сторону, пока там Исаф размышляет, где там идет и Иаков, как должно было сказать слугам, да, посланникам, что Иаков сейчас придет, он идет за нами, а сам он что-то тут затевает. И дальше мы что видим? И взяв их, перевел через поток и перевел все, что у него было, и остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. Вот здесь он всех перевел, видимо, вернулся на другой опять берег, откуда они ушли, что-то там собрать, что-то забрать, просто нам Тора так и подробно уже не говорит, но мы это видим. И тут вот мы видим то явление, то событие, о котором мы прямо можем сказать, что едва ли не самое странное, чудесное во всей Торе. Самое странное, чудесное. Столько на него толкований, столько всяких пониманий, с кем же таким боролся, кто же напал на Иакова, не на стан его не ограбить, а именно на Иакова. И остался Иаков один, именно тогда, когда он остался один, и боролся некто с ним до появления зари. У пророка Осиэль это прямо написано на древнем Иврите, понятие ангел, там есть особое написание этого слова, что это явно и ангел, не посланник, не человек, то есть не смысле ни к чей-то посланник, не человек, а именно ангел. Некоторые толкователи говорят, древние мидраши, что это ангел Исава, который хотел его побороть, прежде чем, чтобы ослабить, чтобы перед встречей с Исавом убедить его не нападать, не драться с ним и так далее. Но это, конечно, такие вещи, которые трудно придерживаться, здесь об этом нет ни слова вообще. И, скорее всего, конечно, это ангел, как склоняются толкователи, большинстве, что это посланник Божий. Скорее всего, даже архангел Михаил или архангел Гавриил, кто-то из высших, высших эшелонов ангельской власти. И увидев, что он не одолевает его, то есть ангел увидел, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. Удивительные вещи, как это так? Человек Яков борется с ангелом. Почему? Как? Что это такое значит? В чем он касается его бедра? Почему повреждает ему ногу? Сейчас мы об этом поговорим. И сказал ему, отпусти меня, говорит ангел, и возошла заря. Яков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь. Вот мы здесь немножко о благословении поговорим. То есть, предположительно, конечно, что это ангел Божий. Почему же он так стал бороться? Что это значит борьба? Здесь, если мы смотрим конкретно это слово, то можно там поискать его толкование, как стал противостоять этому ангелу, стал с ним буквально чуть ли не враждовать, стараться его победить. В общем, таким образом протестовать. Богобортничество такое, как оно звучит, не очень хорошо. Но что это значит? Во-первых, это значит то, что Господь посылает Бог Якову испытания, с которым он должен бороться. Потому что Господь всегда нам посылает испытания, предполагая, что мы с ними должны бороться, не с, конечно, не с самим Богом, а с теми испытаниями, что и есть воля Божья. Мы должны бороться с этими испытаниями. Что мы можем здесь видеть, как толкуют толкователями, дрожжи, что этот ангел, который пришел к Якову, остановить его, чтобы он никуда не бежал. Воля Божья была в том, чтобы он встретился со своим братом, с Исавом. И поэтому, видите, мы видим, что он даже повреждает бедро, как символ того, что никуда ты не пойдешь, никуда ты не иди. Это как объяснение Якову следующего. Ты не тому, не тому и не для того принес подарки, милостивление. Не человеку, не Саву ты должен был приносить, а Богу. И Господь тебя ведет, Он тебе отдал обетование. И вот таким образом Яков был предупрежден и остановлен для того, чтобы бежать от встречи Исавы и чтобы приносить ему подарки. Подарки приноси, жертвы, своего сердца, так скажем, уместивления для Бога. Здесь мы видим, как Яков был остановлен ангелом волей Божьей. И сказал ему, ангел, так понимаем, отпусти меня, ибо взошла заря. Вот здесь очень много толкователей расходится, целые тома написаны толкования, причем здесь заря, куда ангел так спешил. Некоторые пишут, что на заре все ангелы поют хвалу Богу. Но мы можем представить, что земля имеет разные часовые полеса, и где-то уже ночь, а где-то день. Некоторые начинают говорить таким образом, что в небесном Иерусалиме столько же времени, сколько в земном. Но на самом деле мы смотрим, конечно, Тору и прямой ее смысл, то, скорее всего, именно на заре Якову надо было идти. И ангелу было не попущено что-то плохое делать с Яковой. Надо было именно остановить и наставить, и дать ему новое обетование. Какое новое обетование? Вот касающееся того обетования, что ему уже дал Господь через отца, его через отца, и деда, Авраама, Исаака, подтвердить обетование именно Якову. Мы же видим, что в Писании больше всего нам дается рассказ именно об патриархе Иакове. Это очень значимая ключевая фигура. Он как идет аллюзия и на Мессию. Мы видим его исход. Вот этот вот исход его сейчас, когда он встречает ангелов и останавливается на этом месте, это очень большая параллель, аллюзия, еще раз скажем, выхода из Египта, будущего выхода из Египта всего еврейского народа. Как он был выведен из Египта, как он был спасен Господом Богом. Таким же образом мы видим параллель, как Яков выходит и бежит от Лавана даже в предыдущей главе. И как он бежит от Лавана, и как Лаван его настигал, как это делал и фараон. И как фараону было во сне доложено через три дня, что сбежал не во сне, а его прислуга доложена через три дня, что сбежал еврейский народ. Вот так и Лавану было сказано, что он обнаружил, что нет, у Якова он сбежал. И такой же погоню мы видим, и ту же остановку мы видим. То есть здесь есть прямая параллель. Вот как бегство Якова от Лавана, и вот сегодняшнее, сейчас то, что мы видим, борьба его с Богом. Для чего? Для вступления его в новую миссию обетования. Какую? Вот сейчас мы это и озвучим. И таким образом, очень удивительно, говорит, отпусти меня. То есть его не мог побороть. Почему не мог? Господь не давал ему разрешение, повеление, чтобы он что-то делал с Яковом. Потому что ангел исполняет только волю Божию. И Яков должен быть остановлен. И этот символ, то, что он остановлен, было повреждение сухожилия бедра. Есть такое сухожилие бедра, связка. И мы дальше увидим, что с этим сухожилием происходит до сегодняшнего дня. И то, что хромать стал Яков, это та хромота, которую Израиль имел всегда, то к язычникам, кто к Богу, то к идолам, кто к Богу. Это хромота. Кто слушает Бога, а кто не слушает. Вот такая хромота, она символически осталась у Якова, будущего Израиля, который сейчас мы увидим, это наречение, новое имя. И сказал он, пусти меня, произошла заря. То есть должно быть новое обетование, вступать в силу. Яков сказал, не отпущу тебя, пока не дашь, пока не благословишь меня. То есть вот оно благословение, какое? Что такое благословение? И вот он ему дает благословение здесь, и сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков. Какое здесь благословение? О чем здесь идет речь? Речь идет о том, что, дорогой Иаков, ты все, что ты получаешь и получил от меня, как от Бога, и будешь получать теперь, это все будет доставаться, добываться тобою в поте лица. То есть теперь уже ничего такого, чтобы ты получил каким-то хитрыми путями, каким-то изворотливыми действиями, как и говорит об этом имя Иаков, да, все время что-то перехитрить, где-то что-то такое добыть, найти. Тяжело ему все это давалось. Но вот он так старался добыть то, что считал необходимым для себя добывать. Вот с этого момента дается благословение то, что ты будешь идти путем Господнем и добывать все будешь теперь в поте лица. Ну, такое благословение, правда, не каждый захочет, но это благословение именно. И таким образом все, что ты будешь добывать, теперь будешь делать во славу Божию и в поте лица. Поэтому сейчас ему и будет дано новое имя. Не Иаков такой ловчий, да, такой, знаешь, губа не дура, такой проныра, так скажем, хитрый. И вот спрашивает его вдруг ангел и сказал, как имя твое? Какое благословение, кстати, хотел Иаков получить? Он хотел подтвердить то благословение, которое он украл. Ему нужно было его получить именно из уст посланника Божьего. Он хотел его подтверждения для того, чтобы быть более уверенным в себе, что именно Бог не оставит его на его пути, что он идет именно с благословением неукраденным. И вот ангел вдруг его спрашивает, а сказался и сказал, как имя твое? Вот удивительно, неужели Господь Бог, посылая ангела, да, своего посланника, не сказал ему, как зовут, кому, имя, фамилия, паспорт, то есть все, конечно, сказал Иаков Исаакович, да, но не для того спрашивает ангел, что он не знал. Это часто такая вот манера разговора, когда ты, в общем, ты кто? Такой-то, а вот теперь будешь таким-то. Вот ты кто? Такой-то, он отвечает, да, я Иаков. И сказал ему, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль. То есть Израиль, как мы говорим, да, вот, что значит Израиль? То есть толкования на это имя много, ибо ты боролся с Богом и человеком одолевать будешь. То есть это как борющийся с Богом, можно перевести, побеждающий, одолевающий, сопротивляющийся, то есть борющийся не с самим Богом, конечно, как мы уже сказали, а с теми трудностями, с теми испытаниями, которые дает Господь Бог каждому человеку. И этого от нас хочет Бог. Бороться с ними мужественно, не теряя вектора, направления к Богу, постоянная вертикаль, вот как та лестница, уходящая в небо и касающаяся земли. То есть земля — это мы, но наш настрой, наша вертикаль всегда в небо. Теперь ты будешь Израилем, ибо ты боролся с Богом и человеком одолевать будешь. То есть люди пойдут за тобой, и ты будешь праотцом многих-многих людей, которые будут добывать свой путь к Богу через постоянное страдание, сопротивление и борьбу с теми, для нас они, может быть, и неприятностью, но это лекарство с теми, с той посланиями, которые дает нам Бог, с теми трудностями, которые мы обязаны преодолевать. Спросил Иаков, говоря, скажи мне имя твое. Очень интересный момент, я целую работу, честно говоря, на эту тему писал по этой только одной строчке. И он сказал, на что ты спрашиваешь о имени моем? Оно чудно нет в подлиннике. Это септуагин-то приводит. Знаете, что к септуагин, кто не помнит, посмотрите в гугле, пожалуйста. И благословил его там. То есть, не скажет, зачем ангела спрашивать, я только посланник, у меня имени для тебя нет. Мое имя, это я посланник Бога. Поэтому, имя мое, ничего для тебя не значит. И более того, Господь, если даст свое собственное имя, всегда даст сам спрашивать его, никогда он тебе не скажет. Потому что имя Бога, это значит его действие. А действие Бога, действие Бога, он говорит сам человеку, а не когда тот любопытствует. Конечно, если молитва будет мощная, усиленная, Господь откроет свое действие для своего человека, любимого, который к нему молится. Вот, например, что такое богоборство, кстати. Вот здесь еще один момент в хорошем понимании этого слова. Вспомним Моисея, как он упал на колени, когда Господь сказал, когда народ израильский совершил этого тельца около горы Синаи, 40 дней не было Моисея, он поднялся на гору, им стало скучно, он говорит, Бога нет, Моисея нет, давайте создадим нашего Бога, а не другого, кстати, это не идол был другого Бога, это Бог, которому они служили. Они просто сделали его физически, чтобы чего-нибудь смотреть. Мы так устроены, нам надо на кого-то смотреть, что-то трогать. И когда Бог разгневался и сказал, что я уничтожу весь этот народ, а от тебя, говорит он Моисею, произведу новый народ. И тогда Моисей упал на колени и сказал, нет, ты меня тоже убей, если ты убьешь мой народ. Вот я так своими словами пересказываю. Вот. Если ты мой народ истребишь, убей и меня. То есть он яростно, дерзновенно просил у Бога, не делай этого. Скоро скажут о тебе. Ты вывел народ Израиля, да, из Египта, мы потом это будем читать. Ты вывел этот народ, а потом убил его в пустыне, что же скажут о тебе, как о Боге? Представляете, какое дерзновенная молитва. Это противоборство Богу. Но Бог любит это, потому что праведник Моисей не за себя просил, а за весь свой народ. Мы это много раз еще будем видеть, как Христос об этом же говорил, да, как просил Павел, посланник и апостол Христа, лучше ты меня сотри из книги жизни, если ты не стираешь весь мой израильский, еврейский народ. Это высший праведник, который вот таким образом противоречит Богу, дерзноверно, не в себе во благо, а за весь свой народ, готов пожертвовать собой. Вот такую миссию, вот такой Израиль образуется, возрастает, рождается на наших глазах. Здесь это очень важный момент. Это начало всей истории Израиля, еврейского народа, принесшего нам мессию на землю. Из него родился Христос. Это обетование. Он устраивает для себя тот народ, в котором собирается, желает родиться для спасения всего мира и всех других людей, которые к нему потом, как остальные овцы, которые говорит нам, что здесь Господь, что я имею, другие, других овец, которых я хочу к себе привлечь. Это другие народы. Это те народы, из которых вышли и мы. Итак, говоря, скажи мне имя твое, он сказал, на что ты спрашиваешь о имени моем и благословил его там. Вот он получает благословение быть с Богом, быть, так скажем, пхадатаем за свой народ перед Богом. И нарек Иаков имя вместо тому Пенуэль. Ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу и сохранил душу мою. То есть это свидание Богом. Это место значит встреча с Богом. И взошло солнце, когда он приходил, проходил Пенуэль, и хромал он на бедро свое. Вот Израиль уже начал хромать. Это постоянное движение то в одну сторону, то в другую. Что мы нас тоже наблюдаем даже в сердце наше. Как этот постоянный след мечущегося человека. Видите, взошло солнце. Вот начинается новая эпоха, новая эра. Солнце. Поэтому и до ныне сына Израиля не едят жилы, которые на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Иаков боровшийся, то есть Израиль. То есть этот ангел, который коснулся Иакова, и он стал Израилем. По многим толкованиям говорится, не едят, потому что она священная, не едят, потому что она как память должна быть неприкосновенна. Но факт тот, что до сих пор этот обычай сохраняется. Вот таким образом мы быстро пробежали, можно сказать. Здесь очень глубокий смысл. Если у вас есть какие-то вопросы, они наверняка есть, пожалуйста, пишите, озвучивайте всем. мира, терпения, здоровья. Берегите себя. Обнимаю.